еврозона макрон потерял поддержку тех кто его на трон засунул а это банкиры а это самые большие хедж фонды по инвестициям и тогда хедж фонды и я это вижу они что делать они смотрят на того кто может им стабилизировать ситуацию с прибылью а это ля пен но сопротивление в демократических играх в снятии там больше 200 250 кандидатов сняли 210 этих избирательных пунктов ну давайте так это сильный сговор против ля пен и посмотрим кто выигрывает для меня ля пен уже выиграла просто уже выиграла потому что с ней считаются в политической повестке идут на всякие там хитрости они бодаются в честном таком политическом поединке за своего избирателя все . по макрона мы теперь знаем чью поддержку он потерял приглашаю вас в берлин дорогие радиослушатели и у меня есть такая небольшая машина времени я отматываю чуть-чуть назад буквально вот пару часов назад ну сутки и стало известно в турецких в турецкой диаспоре что все-таки на футбольный матч прилетит эрдоган эрдоган не первый раз приезжает в европу именно в спортивном контексте и звучит такая фраза спорт вне политики вот юрий тоже так сказал спорт вне политики я так не говорил спорт это сублимация той самой политики скорее вот так вот спорт я считаю что спорт это еще какая политика на сегодняшний день мало того что эта политика в спорте появились функционеры и тайные спецслужбы да да дорогие друзья потому что олимпийский комитет который мониторит российских спортсменов и говорит этот не может потому что он социальной сети высказал поддержку своего то этот не может принимать участие стоп 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 берем устав международного олимпийского комитета вот просто его берем другого у нас нет у нас есть он один этот международный Олимпийский комитет. Между прочим, просто так напомню, Олимпийский комитет возглавляет его Ричард Бах. Для меня человек с очень специфической биографией. И вот я просто напомню один такой момент. Его мало кто знает. В Германии существует торгово-промышленная камера. Камера это по-немецки я сейчас сказал. Палата. Торгово-промышленная палата с очень узкой деятельностью. Их там много. То есть этих торгово-промышленных палат есть очень узкая направленная деятельность. Эта торгово-промышленная палата опекает арабские страны только с точки зрения одной. Они должны дать подтверждение о сертификации продукта любого. То ли это Мерседес, то ли это басхимическая брызгалка какая-нибудь, стиральный порошок. Что в нем нету ни одной запчасти, ни одной составляющей из Израиля. Как вам? Вот еще раз повторяю. Целая торгово-промышленная палата занимается тем, что она подтверждает, что в этом продукте нет ничего из Израиля. Ни инженера, ни пластиковой штучки, ни молекулы. Нет ничего из Израиля. Только после этого арабы покупают это. Соответственно, тот, что возглавляет Международный Олимпийский комитет, именно он возглавлял эту торгово-промышленную палату. Понимаете, это не расизм. Не-не-не-не. Это все намного хуже. Это, если вы хотите арабам продать современный, очень дорогой автомобиль, то через таких посредников вам приходят и говорят, не вздумайте, пожалуйста, поставить софт, который разрабатывали евреи. Ну, израильское государство, на территории израильского государства. Ну, и евреев в смысле вероисповедания тоже. Потому что они просто не купят. И этот человек возглавляет сегодня Международный Олимпийский комитет. Понятно, да? Томас только, Бах. Вы оговорились, да? Томас, Томас. Да, да, да. Оговорился Томас Бах. Вот. И вдумайтесь, я, конечно же, по диагонали смотрел устав Международного Олимпийского комитета. Не в каждую букву я прочитал, но по диагонали, по заглавиям потратил пару дней. Дорогие друзья, там нет вообще ни одного слова, чтобы кто-то организовывал мониторинг, мониторинг спортсменов на предмет политических симпатий, высказываний, поддержки и прочее. То есть уже тайная политическая полиция, которой я предъявляю Германии, что существует она в Германии, но она уже там не тайная, если честно, она теперь есть в Международном Олимпийском комитете. Ну ладно, это по поводу спорт, который вне политики. А вот Эрдоган. Эрдоган не раз приезжал, и есть портрет Эрдогана, который в Европе, это диктатор, это авторитарное правление, это тот, кто убивает права журналистов, правозащитников, тот, кто не очень удачный лидер с точки зрения турецкой лиры. То есть создают имидж, антиимидж политического деятеля. И Эрдоган в своих приездах в Европу наталкивался намного на то, что вдруг ни с того ни с сего собственник, у которого взяли в аренду помещение, то ли это огромная гостиница, то ли это спортзал, то ли это открытое опросованство на улице, вдруг Эрдогану отказывают его строителям, чтобы он там встречался с своей диаспорой в преддверии выборов. И такие отказы с Эрдоганом посыпались везде. Я никогда не поверю, что в каких-то Нидерландах какой-то там собственник у него по субботам на его огромной территории просто, ну, асфальтовая площадка, скажем так, самый большой авторынок в Европе, частный авторынок, куда приезжаешь, не через интернет, а вживую видишь машину, ходишь, там, годы это все идет, и среди недели, когда ему предлагают деньги, он вначале сказал да, а потом за два дня сказал нет. Нет, кто-то приехал, наехали, и понятно, что это не представители социальных демократов или зеленых. Да нет, спецслужбы приехали и сказали, не вздумай, у нас там проблемы с безопасностью, тебе проблемы нужны, и человек раз и закрыл. Эрдоган с этим сталкивался неоднократно. А почему так мешают Эрдогану? А дело в том, что когда Эрдоган приезжает в Европу, оказывается, люди выходят не на протесты против авторитарного правления Эрдогана, или еще что-то, как пробуют это министрим в Европе сделать, а люди выходят в поддержку Эрдогану. И здесь много таких интересных моментов, турецкие флаги и турецкие националисты, это же в Германии действительно проблема именно с точки зрения безопасности, внутренней безопасности. Турки не растворились, не ассимилировались в немецкой среде. Это отдельная диаспора. Если по словам Кинда Сарацила, Сарацин, который написал книгу о мигрантах и о том, как это все происходит, к чему приведет бездарная политика, и он, описывая миграцию еврейского происхождения в Германии, сказал, эти люди все становятся немцами. Ну, то есть, человек интегрируется, его дети говорят уже на одном языке, на немецком, и они в обществе, просто даже не понимаешь, немец, не немец, какая разница, какого он вероисповедания или по какой линии приехали его родители. То с турками все по-другому. Они жили кланово, они живут кланово, они не растворяются в немецкой среде, у них свои карталы, у них свои богатые, свои бедные, у них свое восприятие мира, свое восприятие ислама, в отличие от теологов, которые умничают просто в кабинетах. И когда турки поддерживают в большом количестве Эрдогана, то достаточно в Стамбуле произнести что-то, а в Берлине, а Берлин это самый, это второй, самый большой ЕСовский и второй в мире город по турецкому населению, по величине турецкого населения, Берлин. И в этом отношении, конечно же, для Эрдогана это не демонстрация, а это, знаете, опека. Вот это очень правильно. Одно дело флиртовать с избирателем во время избирательной, до избирательной, и совсем такое, поддерживать со своим избирателем диалог. Это безумно важно. Вопросы, ответы, просто присутствие. И в преддверии матча Нидерланды-Турция, ну, во-первых, так, неоднократно блокировались все улицы в Берлине, турки ездят с флагами, сигналят на машинах, у них, ну, радость, праздник жизни, они себя демонстрируют, блокируют самые главные улицы, стоят, полиция иногда пропускает, иногда злится, мол, давай, давай, но, тем не менее, все понимают, что это произойдет. Но, как правило, турки ездят на машинах, сигналят с турецкими флагами, но не идут на улицу с демонстрациями. И, как правило, турецкие болельщики, это не британские идиоты, это не английские фаны, которые приезжают, ищут там с кем и как, когда для них это самое главное, как в этот раз в Европе, я считаю, ну, как, где-то берут вещи под контроль, а где-то заранее нужно было принимать определенные меры, но, то, что было вот с сыном Вуччи, сейчас с сербскими болельщиками, я думаю, это даже специально силовики попустили, что, мол, давайте поделитесь друг с другом, выпустите пар, побейте сербов. Я думаю, это вот на таком уровне было, потому что полиции вообще не было первый час, пока там шли эти уличные бои между болельщиками, и вот турецкие фанаты. Значит, есть такое понятие волчий салют, это когда у вас мизинец и указательный палец вверх, для меня этот волчий салют, это больше ассоциируется с рок-концертами, чем с национальным символом Турции, вот один из игроков турецкой сборной получил дилисфикацию на два матча, именно потому что во время игры он поднял этот волчий салют две руки вверх, с этим указательным и мизинцем вверх. Ну, вот еще раз, для меня это как рок-концерт больше. Эрдоган прибывает в Берлин. Значит, на улице идет шествие вроде бы как футбольное. Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, я считаю, что это шествие было именно той диаспоры турецкой, которая является проэрдогановской, именно национально ориентированной, то, о чем все время мы говорим об осях национальной ориентированности и концентрированной мысли. И Эрдоган, приехав, продемонстрировал свою поддержку, свою группу поддержки в Берлине и в Германии. А это очень серьезно. Попробуйте демонстративно, что Бербок обидел Эрдогана и унизил или оскорбил. Ты получишь вот эту группу поддержки на улицах Берлина, тебя заблокируют весь Берлин. Я считаю, что это очень серьезный политический разговор, который запустил Эрдоган, именно демонстрируя, вроде бы, как своему лекторату просто человеческий фактор. Я приехал на футбол. Именно вот это шествие. Ну и драка, конечно, была. И когда был гимн Турции, в этом волчьем салютом практически стал весь сектор. Была программа Еврозона. Владимир, благодарим вас каждую субботу и воскресенье с 11 до 13 часов на волнах радиостанции Вести ФМ. Вести ФМ. Вести ФМ. Вести ФМ.